всем привет добро пожаловать на мой канал меня зовут василя в данном видео я хочу познакомить вас с узором верблюд либо его еще называют косичка данный узор вяжется по кругу если вы никогда не вязали круг то я рекомендую посмотреть видео идеального круга ссылочку оставлю в описании посмотрев данном видео вы сможете связать правильный и ровный круг любого диаметра и данный узор вам будет проще вязать такой узор подходит для сумок для ковриков для подставок под горячее я связала несколько примеров данный связан из хлопкового шнура 3 миллиметра его я вязала крючком номером 5 а этот образец я вязала из трикотажной пряжи и его я вязала крючком номером 7 а в данном видео я вам покажу как связать вот такую вот сервировочную салфетку связанного из полиэфирного шнура всем приятного творчества для вязания нам потребуется полиэфирный шнур 2 миллиметра в данном моточке у меня 100 метров обязательно нужно будет кончик полиэфирного шнура подпалить чтобы он не распускался также потребуется один маркер и крючок номер 3 наше вязание начинается с кольцами игуруми ложим нить вот так вот на пальчики обхватываем крест-накрест и с обратной стороны придерживаем мизинчиком далее заводим крючок под первую нить и вторую захватываем вытянули отпускаем колечко и нашу петельку мы провязываем далее мы в кольцо должны набрать еще пять столбиков без накида вводим крючок в кольцо захватываем рабочую нить и провязываем две петельки на крючке вместе всего в кольцо мы должны набрать 6 столбиков без накида провязали переворачиваем вязание здесь по косичкам мы можем посчитать 1 2 3 4 5 и шестая на крючке петелька теперь мы затягиваем колечко затягиваем туго чтобы не осталось отверстие далее мы ряд не соединяем а будем вязать по спирали переворачиваем и находим здесь вот находятся перемычки вот такие вот вот они будем вязать именно за эти перемычки вводим крючок самую крайнюю перемычку захватываем рабочую нить и провязываем столбик провязали столбик 1 теперь мы должны здесь его отметить маркером это место где мы будем переходить уже на третий ряд вот он столбик вот здесь его отмечаем далее снова в это же в эту же перемычку мы провязываем еще один столбик далее в каждую данную перемычку мы будем провязывать по два столбика следующую вводим провязываем одну и вторую следующую снова два столбика и так вяжем до конца ряда у нас должно получиться во втором ряду 12 столбиков вот у нас последняя наша перемычка сюда провязываем два столбика и у нас уже вот здесь находится маркер где мы будем переходить на третий ряд вот он маркер вот идет следующая перемычка это уже начало третьего ряда сюда мы будем провязывать сейчас столбик убираем маркер провязываем столбик и отмечаем данный столбик маркером в третьем ряду мы будем провязывать одинарный столбик затем делать прибавку затем снова одинарный столбик будет идти чередование сейчас мы провязали один уже столбик в эту же перемычку мы провяжем еще один столбик но захватывать мы будем немного по-другому так как при провязывании двух столбиков эта перемычка вытягивается и круг может получиться неровным для этого мы вводим крючок данную перемычку и и захватываем вторую соседнюю захватываем рабочую нить и провязываем столбик мы провязали прибавку затем у нас идет одинарный столбик провязываем его в эту перемычку не забываем эту которую мы захватывали одинарный столбик далее у нас идет прибавка провязываем один столбик провязываем второй вводим крючок в это же отверстие в соседнюю перемычку и провязываем столбик следующий столбик не забываем провязывать эту перемычку которую мы захватывали вторую сюда одинарный столбик и так мы чередуем до конца ряда здесь провязываем прибавку одинарный столбик и таким образом в местах где мы провязывали прибавку она не будет вытягиваться петелька и круг будет ровный довязываем до конца третий ряд у меня закончился одинарным столбиком далее переходим на четвертый ряд провязываем один столбик и отмечаем маркером в четвертом ряду у нас будет идти прибавка затем два одинарных столбика затем снова прибавка в четвертом ряду еще нужно будет уже учитывать по правилу идеального круга что прибавки вяжутся над одинарными столбиками то есть где мы провязывали прибавку вот в самом начале у нас шла прибавка вот он два столбика здесь мы провязываем по одному одинарному столбику далее где у нас идет одинарный столбик мы будем провязывать уже прибавку тогда круг у вас будет ровный провязали один столбик провязываем еще один и идет у нас прибавка над столбиком который у нас был один провязываем один столбик снова в эту же перемычку вводим крючок захватываем соседнюю и провязываем столбик далее провязываем два одинарных столбика один и второй затем снова идет прибавка и так далее довязываем четвертый ряд делаем прибавку два одинарных столбика снова прибавка довязываем до конца четвертый ряд у меня заканчивается прибавкой сейчас покажу как ее сделать чтобы не запутаться где у нас начинается следующий ряд провязываем в последнюю перемычку столбик далее мы должны провязать еще один столбик вкладываем крючок в эту же перемычку и в соседнюю которая находится после маркера уже вытягиваем и провязываем две петельки вот у нас два столбика и закончился наш четвертый ряд теперь мы уже будем переходить на пятый ряд и вкладываем крючок вот сюда где мы ее захватывали для удвоения и провязываем столбик этот столбик уже будет относиться к пятому ряду маркер переносим и вот здесь отмечаем в пятом ряду у нас теперь будет между прибавками по три столбика и не забываем где у нас находится удвоение мы там прибавки не провязываем вот мы провязали один столбик пятого ряда провязываем теперь удвоение сделаем соседнюю перемычку и далее мы провяжем теперь три столбика один второй и третий теперь снова делаем прибавку провязываем один столбик сюда же крючок в соседнюю и в эту же петлю не забываем одинарный столбик провязывать один второй и третий и так довязываем пятый ряд до конца у нас идет между прибавками по три одинарных столбиков довязываем до конца ряда переходим на шестой ряд провязываем один столбик и отмечаем маркером этот столбик далее шестом ряду у нас уже между прибавками будет по четыре столбика один мы провязали вяжем еще три второй третий и четвертый столбик четыре столбика и прибавка сделали прибавку и снова провязываем 4 столбика раз два три и четвертый и снова идет прибавка и снова идет прибавка и так у нас шестом ряду между прибавками по четыре столбика провязываем шестой ряд до конца переходим на седьмой ряд провязываем столбик и отмечаем маркером в седьмом ряду у нас между прибавками будет уже по пять столбиков переворачиваем и смотрим где у нас находится удвоение мы сейчас провяжем с вами еще два столбика и здесь вот сделаем удвоение для того чтобы оно не шло над нашими прибавками провязываем два столбика и делаем прибавку теперь уже после прибавки мы провязываем пять столбиков пятый столбик и снова прибавка далее снова пять столбиков таким образом мы чередуем до конца ряда делаем прибавку между ними пять одинарных столбиков довязываем до конца седьмой ряд переходим на восьмой ряд провязываем один столбик маркером отмечаем далее в восьмом ряду у нас уже между прибавками будет по шесть столбиков переворачиваем и смотрим где у нас находится прибавка наша вот она перед ней мы также сделаем прибавку получается нам надо будет провязать сейчас один столбик и сделать прибавку провязываем столбик и делаем прибавку далее провязываем после прибавки шесть столбиков шестой столбик и прибавка таким образом в восьмом ряду между прибавками идет по шесть одинарных столбиков вначале мы провязали с вами два столбика и была прибавка в конце значит у нас останется здесь четыре одинарных столбиков до девятого ряда последующие ряды вяжется аналогично по правилу идеального круга то есть в каждом у нас ряду будет по шесть прибавок не забывайте отмечать всегда начало ряда маркером чтобы не запутаться и между прибавками у нас каждый раз будет увеличиваться по одному столбику то есть в восьмом ряду мы сейчас провязываем 6 столбиков в девятом ряду будет 7 в десятом 8 в одиннадцатом 9 и так далее но количество прибавок не будет меняться в каждом ряду только по 6 прибавок остальные ряды вяжем самостоятельно и в конце я уже покажу как завершить вязание и обвязать край я провязала 28 рядов и теперь мы будем с вами делать обвязку края находим перемычку после маркера вот она заводим крючок под перемычку вытягиваем нить и провязываем через петельку на крючке так мы будем провязывать вдоль всего края соединительными столбиками эту косичку мы сразу с вами отметим и далее точно так же вводим крючок под перемычку вытягиваем и провязываем провязываем вдоль всего края никаких прибавок мы уже не делаем только обвязываем край до конца делаем обвязку и там я уже покажу как сделать соединение провязали до конца у нас осталась вот здесь вот последняя перемычка перед нашим маркером мы ее не провязываем теперь вытягиваем нить и кончик нить и обрезаем вытягиваем полностью крючок теперь заводим вот сюда вот где у нас отмечен маркер убираем маркер и заводим под косичку вытягиваем и теперь мы должны его вести вот сюда откуда она выходила наша нить вот так вот мы завершили вязание делали то есть такую же косичку теперь кончик нити мы прячем обязательно нужно подправить его чтобы не распускался и вот здесь вот вдоль вязания убираем наш кончик и салфетку обязательно нужно будет отпарить паром так как она у нас сейчас неправильно и немного формы расправить ее руками придать форму дать просушиться утюгом проглаживать ее нельзя так как это полиэфирный шнур можно положить влажную хб ткань и слегка пройтись утюгом наша сервировочная салфетка готова диаметре она у нас получилось 26 сантиметров тем кому понравилось мое видео ставьте лайки подписывайтесь на канал и вяжите вместе со мной спасибо за просмотр! да